Сколькида, сколькида, учишься? Учусь, когда есть сила и время. Библиотека, в которой нет книг. Искали книги? Мы можем кинуть с разными скоростями, под разные угла. Но нам нужно найти минимальную скорость. 45 градусов. Та-да-да-да! Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog в Бостон. Рядом со мной студент MIT, самого лучшего, пожалуй, в мире университета, где студенты изучают компьютер-сайенс, ну и вообще технические науки какие-то. И мне хотелось бы сегодня, конечно, с тобой поговорить об учёбе, но для начала расскажи вообще, откуда ты родом, какая у тебя семья, как ты начал изучать, я знаю, что ты сначала изучал физику, как ты увлёкся физикой? Да, я из города Харькова, и я из обычной, в общем-то, семьи, но мне удалось пройти многие этапы Олимпиад, потом попасть в Киевский университет, ну и я прошёл отбор, потом меня выбрали, когда я попал в МИД. Начинал я, правда, с физики, и всё началось с того, моя серьёзная такая научная карьера началась с того, когда я поступил в Харьковский лицей. До этого я просто занимался на дому с разными репетиторами, физикой, математикой, химией и прочими науками. Но после того, как я поступил в лицей, я нашёл там очень хорошего физика, Илью Гельфгата, и с ним я стал активно заниматься олимпиадной физикой в первую очередь. Поездил на Олимпиады, и так как мне удалось занять на них хорошие места, то я всерьёз подумал о том, чтобы стать физиком. После школы я поступил в Киевский университет, на физический факультет, и, пробыв там год, переехал в МАЙТ. Погодка сегодня выдалась, конечно, на славу. А скалькида, скалькида, учишься? Я нет, что-то по расписанию, если честно. Учусь, когда есть силы и времени. Так, подожди. А, в смысле, когда посещаю пары, ну, опять же, когда смотрю на физик, и не понимаю, что... А, то есть не обязательно посещать? Ну, среди никого не пьет. Это классная комната. Это... Классная комната. О, она включается сразу. Классная комната МАЙТ. Можно тут сесть, просто задачки решать. Там я с другом прихожу, там задачки решаю, музыка включается. Прикольно, что можно просто в аудиторию прийти и решать. Ну, если она не занята. Ну, да. Было бы странно. Вот это библиотека. Что это за палка? Библиотека, в которой нет книг. Искали книги? Я могу просто сюда проникнуть, меня никто не спросит. Взять книгу? Я могу книжку сидеть читать. А, в принципе, могу взять любую книжку и уйти с ней. Ну, вообще-то, да, по факту-то можно и... По физике, например, какая книжка ты считаешь самая крутая? А, ну, это вообще интересный вопрос. Ну, для чего крутая? Для школы, для... Ну, такая вот, которая тебе очень запомнилась. Мне очень. Ну, например... Савченко, я могу сказать. Савченко. А вот ты помнишь, в каком классе начинается физика? Типа в седьмом? В седьмом? В моём время. В моё время в моей стране в седьмом. Дело в том, что, когда я был в седьмом классе, там физика, программа была дебильнейшая. В общем, они оптику с синусами, с этими снеллиусами засунули в седьмой класс. И дети должны были как-то, не зная синусов, как-то понимать, что такое закон снеллиуса, считать эти углы отражения. А ты их уже знал? Да, вообще. Нет, ну как, я оперативник подучил там, что там, окружность нарисовать, провести плену. А потом... Как это началось, вообще, может, с более раннего детства? Как ты начал нарисоваться физикой и прочей науки? Видимо, началось всё с математики, потому что я сидел дома, решал математические задачи за год вперёд. И, не знаю, там, какие-то условные длинные окружности, там, площади круга, где-то в пятом классе я помню. Потом как-то всё плавно перешло на физику, на оптику, на цепи, на производные и прочее. Так, плавно. Не знаю, в восьмом классе уже производные с интеграммами. Пытался разбираться упорно, с большим трудом. А ты учился, ну, сначала, до этой школы, когда ты поступил, в девятом, ты учился в обычной школе районной, типа, или, ну, специализированный, типа, гимназий? Не-не-не-не, я поступил в двадцать седьмой лицей, это действительно физико-математическая школа. Это в Хариковой, да? Да, это в Хариковой. А до этого был я в средней школе номер 70, и я туда не ходил вообще. Вообще не ходил? Не посещал, да. Ко мне домой ходили учители. А у вас это почему так? Вашние учения. А это просто ты так захотел, так вот такая есть возможность? Да, у меня была возможность, потому что у меня были проблемы. со здоровьем. Ты просто изучал всё это. Да, и как бы из-за этого как раз было много времени на всякую математику, и, не знаю, где-то в седьмом классе я ещё делал какой-нибудь условный русский, или какую-нибудь условную географию, то в девятом, десятом я уже как бы в сторонку это отодвину, и занимался уже физикой там. Даже школьной физикой, школьная физика тоже шла в лес. Я занимался скорее олимпиадками там. А где она проходит? Я был только на Междаре. Только на Международной олимпиадке? Нас заставили ходить по Южному Бомбею, там, под солнцем, как-то мы в тень прятались или ели. И одному моему знакомому стало плохо. Они так конкурентов убирали просто. Да, все там ходили. Ну, индусы привыкли, наверное. Ну вот. Скажи про свою первую олимпиаду. Как все проходило, и вот что ты испытал, когда тебе в первый раз сказали, чувак, ты самый лучший. Всеукр, да? Да. Ну, вообще, если честно, я чувствовал какое-то удивление. То есть я не ожидал такого результата. Я думал, там, что... И вообще, едя на этот всеукр, я думал, зачем оно нужно, типа, все равно ничего не займу. Вот такие мысли. Потом приехал, было первое место. Ну, вообще, я порадовался, если честно. Радовался все. Ну, есть, был повод. Да. Нет, я тогда думал еще, типа, вот что на Межнар поехать? Я тогда не знал, что это за Межнар, как туда попадают. Тогда вот решил, может, ухочу на Межнар. Что такое? Ну, я тогда вообще ничего не знал. Думал, типа, что у всех... Как из областей, всех по восьмых чуть-чуть, по девятых чуть-чуть, да? Я так вот думал, наверное, на Межнар всех по из восьмых чуть-чуть. Мне не фига, только в одиннадцатом классе берут. То есть, ты ездил только в одиннадцатом классе? Ну, в десятом я выступал за одиннадцатый. А. Ну, честно. То есть, и как тебе хватало уже в десятом знания из одиннадцатого класса, чтобы соревноваться на международном уровне? Ну, дело в том, что я Межнары лишал еще, сказать, за девятого. Начал тренироваться. Ну, вот, про Межнары прошлых лет, условно говоря. Я решал с теми, кто готовится. Там был Тарас и друг. И вот еще Макс продумал. В общем, я решал с ними Межнары прошлых лет. Мы потом сверялись, там, смотрели ответы, оценивали и все такое. И как у тебя прошло на Твой Межнар? На первом серебро, на втором соло. Причем, что интересно, меня на первом Межнаре в Индии меня обогнал человек из Украины, который был начальник на всех отборах Нижи. То есть, получается, в те годы, которые ты ездил, первые два места, оба года вы заняли украинцы? Нет. Первые два места – это среди украинцев. А вообще мы были 50-й, 63-й, 95-й. А-а-а. Ну, кстати, 45-й, что ли? М-м-м. М-м-м. То есть, это не, типа, а сколько участников всего? 400. 400? М-м. Интересно. Да, вот мы… Ну, не знаю, во второй раз я уже был… Фу, что интересно, в одиннадцатом. М-м-м. Это довольно неплохое золото. Сейчас ты параллельно учишь физику и компьютер-сайенс. Да. Да? Да. Причем у тебя больше фокус на компьютер-сайенс, да? Да. А почему ты начинал на компьютер-сайенс? Ну, первое, потому что можно найти работу. Ну, и многим можно найти работу после физики в компьютер-сайенс. У меня, например, в компании очень много, кто занимается data scientist, там, сайенсом. Они изучали, там, не знаю, в Стэнфорде астрофизикс. А потом переключились, просто стали работать в data science. Ну, я решил переключиться прямо здесь, уже data science. и компьютер-сайенс учить прямо на месте. Ну, что-то не теряло. Более double major, это значит, можно и физикам, условным, и программистам, и аналитикам, и кибер-музикам. И все, вот этот диплом, митовский, всюду годится. Если там double major, да, это приятно. А что тебя привлекает в data science? Не знаю, вот, если честно, когда я занимался физикой еще со школы, вот, когда, там, статью писал свою, то мне нравилось больше всего делать всякие симуляжки и обрабатывать данные, там, рисовать графики. Так что, этот data science, видимо, сидит во мне еще и не без тех времен. А что за статья? Ну, писал статью про маленького башенства. Она, кстати, в Google вроде находится. Да, вот эта задачка, такая, очень трагичная вещь. Работчи. Это не суперсложно. Нет, просто. Значит, есть у нас земля. Считаем, что она не вращается? Нет, нет. Мы стоим на северном полюсе, кидаем камень. Так вот, под каким углом к горизонту нужно кинуть, чтобы камень полный хватит. Чтобы камень полный хватит. Да. И чтобы скорость, которую мы кидали, была минимальной. Еще куда-то дополнительное слово появилось. Ну, конечно, потому что мы можем кинуть с разными скоростями под разными углам. Но нам нужно найти минимальную скорость. 45 градусов. Да. Та-да-да-да. Это задачка подписчикам. Да-да. Пускай они ее решат. Не, ну, может, найдется молодец, который такие напишет это уравнение и такие его решит. Угу. Но ты думаешь, это невозможно? Ну, нет. Дело в том, что там такой ответ, который можно угадать. В принципе. Просто тыкая произвольные числа. Ну, 45 нет. Не, ну, нужно написать решение, да? Ну, или объяснить. Объяснить. Ну, конечно. Тут чисто аналитика. Просто нового. Идем дальше? Да, да. А ты хочешь порешать ее? Еще решить? Да, давай. Интересно. Ну, под несколько подсказок. Во-первых, какая траектория камня? Параболическая. Правильно. Параболическая была бы в постоянном поле. А тут очевидно, что нужно учитывать, что поле меняется. Закону Кепля. А, закону Кепля. Так бы сразу сказал. Ну, что мы... Закону Кепля. Какая траектория? Эллиптическая. Вот. Эллиптическая. Так что пишем уравнение эллипса. Решаем, находим точки. Минимизируем по скорости. И все? Вот. Это подсказки для платных подписчиков. Да. В какой момент у тебя заманьячил MIT? Как ты узнал? Ты помнишь человека, который тебе рассказал об этом университете? Да. Я узнал о том, что можно поступить в MIT довольно недавно. Но вот конкретно обсуждать, что в MIT было бы неплохо поступить, это было еще в школе, потому что мы готовились к олимпиадкам, думали, куда поступать. Решили, конечно же, думали о том, чтобы уехать за границу как-нибудь. Надеялись, что это получится. И обсуждали варианты. И мои друзья, мои сокомандники по физике неоднократно называли MIT как один из классных универов, где можно учиться науке. Вот ты сказал, что вы думали и хотели уехать куда-то за границу. Почему? Вам хотелось в каких-то других университетах? Ты считаешь, что в Украине, где-то в России недостаточно высокий уровень образования в плане... Мы считаем, что здесь оно лучше финансируется. Даже так. Хорошо. Почему именно MIT, а не Гарвард, не Стэнфорд, не такие вот университеты другие? MIT считается университетом с самой большой научной и технической наклонностью. А Гарвард и прочие, они в основном гуманитарные. Мы сейчас проходили, я видел. Какой же... Что-то там ПИ, ТСПЛ... А, это Фредди всякий, франчерки. Короче, братки живут вместе. И вместе кусаются этим? Да. Братцы. И что, ну, зачем люди туда... Ну, чтобы ближе, там, более близко общение. Чтобы меньше хватить за регионом. Чтобы самим управлять своим домом. По-другому самому управляю. А, Зон, это круто считается, ставить и побрасывать? Ну, не знаю, это по желанию, если честно. Ну, я имею в виду, это модно, или... Ну, не то, чтобы супермодно. Просто я помню по фильму, что у них какие-то дикие там тусовки. Да, это правда. Там алкоголь, ротджек, шлюхи и прочее. Может, мы здесь туда сходим? Да, там очень часто тусы всякие с алкоголем. Это правда. Но вроде там особых преступностей нет. Если там надо жить... Хочешь кофе? Я, да. Даже холодная. Ну, мне как раз не нужно расставлять холодную воду. Ты прям в таких канистах кофе? Да, да. О, смузинный мотчик. Держите. Кауш. Я иногда беру неизвестную пищу. Тут много фрифуда. Просто идёшь по коридору, а там стоит кола полная. Это не редкость. Полная кола? Да. Крепку держи. Давай. Чего-то у меня нормально получается. Так и не бей сильно. Не-не-не, там... Ай! Что происходит? Попробуй вот так поделать. Чувствуешь? Да. А что это происходит? Ну, он как юла. Ну, ты попробуй, оно сопротивляется. Видишь? Расскажи нам, почему это происходит? Ну, это гироскоп. Когда мы его раскручиваем, вот так вот. Когда мы раскручиваем, вот момент импульса сюда направлен. Вот я его кручу, момент импульса поворачивается. И в результате у меня момент силы вот тут. Сила действует вот туда, чтобы фиксировать. Поэтому вот мы видим, видишь, что наклоняем его туда. Все-таки у тебя были успехи больше в области физики. Ты побеждал в олимпиадах. Но я знаю, что ты принимал участие в достаточно высокого уровня олимпиадах по программированию, да? Это были всеукраинские олимпиады? Нет, на всеукр мне поехать не удавалось. К сожалению... Ну, это были областные какие-то олимпиады, да? Да, к сожалению, до 11 класса все всеукры проходили в одно и то же время. Я в каждый год проходил на 2-3 из них и ехал только на физику, увы. Ну, а, то есть ты, в принципе, мог туда поехать, но просто тебе нужно было выбрать. Да. Ну, почему тогда ты приехал сюда в МИТ учиться, и сейчас ты изучаешь компьютер-сайенс? Сейчас я на дабл-мейджоре учу и физику, и компьютер-сайенс одновременно. Видимо, потому что вспомнил были времена, когда я занимался программированием в некотором смысле. И решил, что у меня есть некие задатки, чтобы заниматься еще и программированием. Ну, и, конечно же, тут программисту легче найти работу. Видишь? А, кайф. Вот. А, ты чуть-чуть меняешь чистоту, и кажется, что он в обратную сторону идёт? Да, вот сейчас вроде почти уравнил. Он почти стоит. Чуть-чуть круто, но оно всё сразу поедет. Подожди, а мы же с вами по-разному, наверное, воспринимаем, да? Мы все трое? Нет. Видим это немножко по-разному. Зависит от чистоты. Я понимаю, но у нас разное... Это же зависит... Эффект зависит от чистоты вращения и от чистоты, с которой наш мозг вырабатывает видеосигнал. Не-не-не, с чистоты вот этого и того. Ну, а чистоты источника света, чистоты мерцания, а чистоты кручения. Но это ещё и зависит от того, что если бы у меня был бесконечно быстрый сигнал восприятия... Всё равно... Дело в том, что мозг просто усредняет последние несколько сотен или десяти секунд, поэтому... Ну, я про это говорю, если... Короче, достаточно иметь, иметь достаточный фпс вот здесь, чтобы оно всё сливалось. То есть, если оно медленно, то да, будешь чувствовать отдельно. А если оно там, начиная, условно, с 30, то всё... Ну, медленно, это же относительно. Если бы у меня был бесконечно быстрый мозг... Ну, то есть, я бы видел это как набор отдельных кадров. Ну, да. Правильно? А вы бы видели это как движущуюся картинку. То есть... Или ты имеешь в виду, что, да, наши глаза и наш мозг отличаются, но она отличается незначительно? Да, ну, там, на асимптоты уходит цвет. Отличается насыщением по числению. Так вот тут выше всё равно, чем насыщение. Там нет таких людей, у которых вот это одними кадрами идёт. Ну, да, но у кого-то это чуть раньше... А если у меня отдельными кадрами? Да, идти так. Ну, да, да, естественно. На камере скоростной там всё будет. Если у меня отдельными кадрами, значит, у меня просто суперскоростной мозг? Да. Так, сейчас... Так и есть. На камере, кстати, возможно, не будет это вот так. Посмотрим. You go girls. Это teacher-лидеры? Или нет? Лестница и аккаун. О, пойдём. Лестница и аккаун? Да. Чтобы это ни было. Иди. И что это? Впрочем, разряд появляется вот там. Тёплый воздух поднимается вверх. А вот там слишком большое расстояние, поэтому... Он показывает напряжение. А что между разрядами? Горячьих газов. Да, это разряд. Это разряд. А он говорит, как горение? Ну, это дуга. Вон, пожалуйста, ток. Это какой-то минимальный ток. А напряжение хорошее. Здесь и стоял. Интересный способ оставлять сообщения. Вардрайв. Смотрите-ка. Это какое-то инкское письмо, да? Да. Узнули взять. Верилочки. В чем смысл? Я не знаю. Может, в двоичный код. Можно писать всё через каждый два сантиметра. Можно спокойно в двоичном коде записать. На вот это все место. Можно записать предложение. Я знаю, что ты поступал сначала в МФТ в России. Да? Не то, чтобы я поступил туда. Я подал туда документы и меня приняли. Ну, потому что ты олимпиадник, да? Да. Но потом ты забрал документы. Так? Да. Почему? Потому что я решил, что в Киеве будет комфортнее подготовиться к МИДу и в конечном итоге поступить в Америку, а не в Россию. Ну, то есть твоя цель была МИД, да? Да. И вот ты поступил в КНУ, правильно? Да. В чем заключалась твоя подготовка к поступлению в МИТ? Что ты делал? В первую очередь это подготовка к английскому экзамену, к ТОЭФу. И также написание эсэшек и рекомендаций. В основном состоялось из этого. После того, как ты успешно сдал ТОЭФу и все остальные экзамены, в том числе эсэ, ты был зачислен сразу на какой курс вы найти? Трансферов обычно берут на второй год. Но это скорее плохо, чем хорошо. Потому что вместо четырех лет, чтобы закончить образование, взять все нужные курсы, мне тут три. Три года? Да. И ты сейчас уже учишься на каком курсе? Сейчас на третьем. А расскажи о процессе поступления в МИТ. Вот у тебя не совсем такой обычный путь. По крайней мере, может быть, он не слишком озвучен, но мне кажется, он будет очень полезным моим подписчикам, которые не предполагают, что можно поучиться сначала и потом перевестись. Расскажи, как ты поступал в МИТ? Да. Насчет процесса поступления, в принципе, мой процесс поступления не сильно отличается от того, каким идут большинство, скажу так, американцев. Но и там, и там, в принципе, нужно постараться. Все начинается с того, что ты подаешь application. В application нужно указать свои личные данные, там, год рождения, откуда ты родом. И вдобавок к этому нужно написать несколько эсэшек, в которых спрашивают такие вопросы, а-ля, зачем ты поступаешь в МИТ? Какие у тебя интересы? Кем ты хочешь быть в будущем? Что тебя мотивирует? Что тебе нравится? И тому подобное. Нужно отвечать где-то от 100 до 200 слов. У меня лично было 4 эсэшки по 250. И последняя вещь, обязательная и очень важная – рекомендации. Нужно получить энное количество рекомендаций от текущих преподавателей или тех людей, с которыми ты соприкасаешься в научном роде, например, супервайзеры, руководители научные. Ну, давай по порядку подробнее. Когда ты поступаешь на физику или на computer science, очевидно, тебе нужно, наверное, сдавать математику, да, экзамен? При поступлении в MIT экзаменов сдавать не нужно. Ну, есть какой-то общий экзамен, вот этот SAT он называется. Да-да, есть стандартизированные экзамены. Чтобы поступить в МИТ, нужно сдать два SAT-subjectа. Это математика и какая-нибудь наука на выбор физика, биология и еще что-то. В общем, там есть выбор. А еще нужно сдать тест по английскому, естественно. Вот это как раз тот камень преткновения, почему я раньше задолго до поступления в МИТ вообще не думал, что это реально. Нужно сдать тест по английскому и в МИТ это на выбор или TOEFL или SAT. Но так как готовиться к SAT довольно затруднительно, тем более для людей из нашего региона, так сказать, восточной Европы, то мы обычно выбираем TOEFL. А почему к SAT сложно? В чем сложности? Есть какие-то определенные места, где можно только сдавать или в чем дело? Нет. В том, что там нужно учить очень много и тратить колоссальное количество времени. То есть там нужно знать его, в принципе, на уровне native speaker? Почти. На уровне fluent, как минимум. Там есть целый раздел. Сейчас SAT состоит из двух частей. В первом — грамматика, которую, в принципе, можно осилить. Во втором — vocabulary. К сожалению, это сложно. Ну, подожди. Для человека, который участвовал в Олимпиадах, занимал призовые места, там, золото, ну, понятное дело, что ты умеешь себя организовать, ты умеешь брать информацию, ее усваивать. Почему ты такие сложности, там, стресс вызывал изучение английского языка? Потому что это не по моему профилю. Есть, так сказать, физическое мышление, я бы сказал, научный стиль мышления и гуманитарный. Вот. Все, что касается науки, для меня зайдет с интересом, как минимум. Но гуманитарные предметы, они качественно, к сожалению, отличаются, там стиль мышления другой. И нет, это... This is not my cup of tea. Ну, однако, ты все-таки изучал английский язык для того, чтобы сдать TOEFL. TOEFL ты сдавал, да? Да. А помнишь, какой у тебя балл по TOEFL? 107. 107? Это неплохо. Из 120. Да. Это очень даже хорошо. Смотри. Дальше экзамен ты искала по математике. То, что ты участвовал в Олимпиадах, ты занимал... золото брал, да? По физике. По физике. Но это никак не влияло на поступление? Не давало тебе каких-то преимуществ? Потому что я знаю, что когда, например, в России олимпиадников фактически в университете зачисляют там автоматически. нет ли таких льгот для поступления в MIT? Как таковых объявленных льгот там нету и вообще поступление в MIT это процесс закрытый и решение принимается субъективно чисто адмишн офисерами. Но думаю, что наличие International заслуг, конечно, позитивно влияет на application. То есть там может быть не Олимпиада, а там какой-нибудь конкурс. Может быть IBM, ICPC какое-нибудь, спортивное программирование. Но если есть International заслуга, то, конечно, те, кто принимает приемная комиссия, будет смотреть на твою анкету дольше и будет больше мотивировано ее акцепнуть. Да, я поняла, что все-таки это решение принимают люди, то есть нету какого-то автоматического правила, что мы зачисляем всех олимпиадников, которые к нам подойдут в документы. Просто это было бы как бы невозможно, во-первых, потому что олимпиадников много по всему миру. А во-вторых, было бы все очень перекошено, потому что тогда бы приехала куча студентов, скажем, из одной страны, а из другой там почти никого. Расскажи вот те темы, которые были у тебя. Кем ты являешься, что тобой движет, чего ты добился. Офигенная, какая фигня. Какие предметы вы изучаете? Учишь то, что выбираешь сам. Ты все пробуешь незнакомой еду. Я знаю просто, что это. Кто платит за твое учение, сколько оно стоит тебе. Если студенты берут, ему назначат стипендию столько, сколько он попросит. Миша, ну ты не сказал, что ты участвовал в соревнованиях по этой фигне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok